Всем привет, дорогие подписчики, с вами Академия Сайтов, меня зовут Николай. Сегодня у меня одно из интересных видео, а конкретнее, знаете что? Так, секундочку, а конкретнее мы будем устанавливать специальное расширение, даже два, которые помогут вам в интернете. Во-первых, первое, у нас заблокирует всю рекламу в интернете, это большой плюс. И второе, расширение, которое автоматически будет подсказывать вам, где вы ошиблись при написании письма, текста, сообщения, в принципе, любого места, ну, где вы пишите текстом, скажем так, в двух словах. Теперь давайте начинать. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, нас уже 3840 человек, за это вам большое спасибо, и 412 видео. Понемножку каждый день я выпускаю минимум 2 видео, максимум пока что было 4, но сейчас не об этом. Итак, смотрим. Первым делом, давайте обновим страничку, откроем вот нашу трансляцию, ставим лайк вот прямо вот сюда, открываем кнопочку «Еще», и вижу, что сюда я не добавил ссылку на блокировщик. Какой я нехороший. Ну, давайте. Сейчас мы это подправим, буквально пару секунд подождите. Так. Это видео выходило буквально недавно, поэтому давайте я найду эту ссылку, ставим ее в ту трансляцию. Так, 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 вот нам нужна эта ссылка. Копируем. Даже не так. Вот эта ссылка нам нужна. И давайте поменяем вот тут. Что значит тороплюсь, да? Хочу быстрее и качественнее сделать. Так, и нам, нам нужна, 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 ага, вот сюда. Давайте здесь напишем «Лучший блокировщик рекламы». Отлично. И вот тут давайте поставим такую иконку. Все, сохраняем. Ух ты, смотрите, нам какое-то уведомление пришло. У нас 400 тысяч просмотров. Ребята, молодцы. Спасибо, что смотрите. Так, все, возвращаемся обратно. Так. Так, так, так. Перейдем на нашу главную страничку. Отлично. Вот уже два зрителя. Пойдем пишите комментарии. И давайте продолжать. Так, на вопрос. Тут один подписчик оставил сообщение. А чем он лучше АДБлока? Вопрос хороший. АДБлок не так сильно убирает рекламу, но об этом позже. Это будет уже в самом конце. Поэтому ждите до конца. Так. Так, так, так. Давайте еще раз откроем нашу трансляцию. Перейдем по этой ссылке. То есть нам необходимо перейти по этой ссылке. Ссылка работает во всех браузерах, кроме Mozilla и Firefox. Для нее можете просто найти название у блока Oregon и установить это расширение. Здесь вам нужно указать кнопочку установить. Далее появится здесь наверху красный значок. Нажимаем правой клавишей мыши. Параметры. Далее убираем вот эту галочку. То есть показывает количество заблокированных запросов. Она нам не нужна. Выбираем полный. Выбираем все вот эти галочки. И Россия и языки... Ой, Россия. Регион и языки выбирайте тот, который официально ваш. То есть в моем случае это русский. После того, как вы это все выбрали, вы можете проверить, насколько хорошо вас сейчас защищает от рекламы. Например, если мы откроем e-mail, почту, да, и попробуем полностью заблокировать. Заметьте, реклама была наверху, реклама была справа. И сейчас у нас рекламы вообще нет. То есть настолько крутое это расширение. Если вы говорите про ADBlock, он блокирует хуже. Даже при максимальных настройках реклама и тут, а также реклама где-то сбоку, она остается. Вот, можете прямо сейчас зайти в почту и посмотреть этот нюанс. Или давайте я прямо при вас проверю. Так, он ADBlock, да? Давайте попробуем поставить его. Сейчас, правда, видео немножко не об этом, но... Что ж. Раз подписчики просят, давайте мы это все покажем и расскажем. Так. Сейчас она установится. Угу. Так, временно то расширение мы отключим, чтобы было все честно. Так. Угу. Теперь заходим в настройки ADBlock. Выставляем все параметры. Погоди. Так. И здесь выставляем... Да, убираем эти галочки, чтобы разрешать... Не навязчивую рекламу. И, в принципе, остальные галочки остаются как есть. Заходим в список фильтров. Выбираем здесь вот эти галочки. Выбираем все вот эти галочки, чтобы максимально защитить. Ну, от рекламы, от баннеров, там, соцсетей и так далее. Да и все, что выскакивает. И теперь давайте зайдем на почту. Обновляем. Даже при максимальных настройках... Так. Одну секунду, еще раз. Слушайте, а раньше он не блокировал. Хотя, вот видите, вот места остались. Там, где реклама была, вот оно, место осталось. Интересно. Раньше вот... Сколько? Я месяца, наверное, два, и им уже не пользуюсь. Реклама вот тут была. То есть, блокировщик, он не убирал эту рекламу. А все же, то расширение лучше. Поэтому, при всем уважении к ADBlock, он у меня очень долго стоял, я все же выберу то расширение. Оно лучше работает. Так, 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 так. Давайте еще раз обновим страничку. И все. Как видите, никаких лишних дополнительных окошек здесь нет. За это большое спасибо. Насчет штрафов, Денис, они все оплачены. Просто сюда идет дубликат. Ну, а я их здесь не открываю. В этом нет смысла. Я все оплачиваю через Тинькофф. Там, в принципе, это все удобно. За то, что смотрите, спасибо. Так. Это все хорошо, но мы сейчас не об этом. Наша тема, видео, это установка специального расширения, который отвечает за корректор грамматики и орфографии. Ну, он написал 2025 год, чтобы на будущее. Ну, и сам особо он бесплатно. А называется он... О, блин. Language Tool. Надеюсь, я рассказал правильно. Теперь давайте посмотрим, для чего он требуется. Для начала переходим по этой ссылке. Здесь устанавливаем это расширение. Повторюсь, это расширение можно установить в таких браузерах, как Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, вроде как Microsoft Edge. Он тоже рассчитан на Google, скажем так, прошивку, сборку. А для Mozilla, вроде там, свое. Ну, то есть, можете поискать. Как бы, если нужно, напишите в комментарии, я добавлю в описание. Для чего он нужен? К примеру, и смотрите. Откроем ту же самую нашу почту со штрафами. И давайте попробуем написать. Просто представьте такую ситуацию, когда вы пишете кого-нибудь главному заказчику, и будет довольно-таки некрасиво, если вы будете писать с ошибками. Согласны? Поэтому давайте напишем. Сначала напишем правильно. То есть, приветствуем тебя от заказчика. Вот тут. Чего бы написать? Я прикладываю наши документы. То есть, мы сейчас все правильно пишем. И теперь давайте мы напишем какое-нибудь слово с ошибкой. К примеру, о подставщиках. Как-нибудь так. И посмотрите, это слово он подчеркивает. То есть, как только мы наводим на это слово, он нам сразу предлагает нажать кнопочку, каким образом, точнее, как по его мнению, слово должно быть написано правильно. О подставщиках или просто подставщиках. Что букву О стереть. Так же, к примеру, если вы начнете предложение с маленькой буквы, допустим, нажмем вот сюда, он сразу подчеркнет. Если мы нажмем, он сразу напишет, что это ошибка грамматики. Это предложение начинается со главной буквы. И таких правил у этого приложения довольно-таки много. И заметьте, нам всего лишь нужно установить расширение. И при этом оно всегда будет работать абсолютно, ну или 95% в случаях, когда вы набираете текст. Тот же самый ВК или ту же самую почту. Давайте вот ВК прям проверим, прям сейчас. Тот у нас ошибка. Вот так вот и сделаем. То есть здесь он, повторюсь, говорит, что это с маленькой буквы, а тот он нам предлагает либо ошибка, либо ошейника. Ну, может быть. Либо игнорировать. Поискай ему как удобнее. Также у этого расширения есть свой сайт. Давайте мы попробуем его открыть. У них есть официальный сайт. И здесь в режиме онлайн вы можете проверять ваш текст. Ну, например, у вас есть какой-нибудь текст, который... Давайте я вставлю вот этот текст сюда. И посмотрим, есть ли ошибки. Вот я проверил текст, вот он единиц показывает. Так. Вот. Для Яндекса. Требуется родительный родительский поддерж. То есть он конкретно подсвечивает слово, где мы как бы ошиблись. Хотя я этот текст подреравливал через час GPT. То есть тут один робот борется с другим роботом. Так что вот такие дела. Поэтому все-таки советую это расширение, а также этот сайт. Мне, в принципе, нравится. Я сниму, наверное, уже полгода или год с этим расширением. Оно меня очень часто спасает. Либо вот пишем подает текст, попробуем его перефразировать. А, это язык русский еще не поддерживается. Ну, похоже, поддерживается язык английский. Ну, либо другие языки. Ладно, в принципе, ничего страшного. Наша задача это установить расширение, которое будет проверять грамматику и слова на ошибки. поэтому ставим плюс, если информация была очень интересной и очень важной. Спасибо за видео познавательно. Стараемся, работаем над этим. А теперь я хочу вам рассказать один фокус, как можно заработать. Да, это видео немножко не об этом, но хочу все-таки рассказать. К примеру, многие парни, даже девушки, занимаются ремонтом компьютеров. То есть, ремонт компьютеров, установка систем, установка лицензий, ключей, сборками, ну и все в этом роде. И как? И хочу сейчас рассказать способ, как можно заработать, дополнительным на этих клиентах. Я думаю, те, кто занимается установкой системы, очень часто видят то, что компьютеры, которые к ним приходят, они без установки лицензионного ключа. То есть, человек, ну в данном случае будет программист, он просто использует дополнительный софт, не будем его называть, который активирует Windows, а также Office сроком на 180 дней. После этого клиент, скорее всего, опять ему позвонит, опять заплатит денег, и программист доволен, и клиент доволен. Ну, в принципе, схема довольно-таки интересная. Но клиенту можно продать и полностью лицензионный ключик, при этом навариться сразу. То есть, в тех случаях программист получает раз в полгода оплату, в этом случае программист получит один раз оплату именно за ключи. И давайте я вам покажу и расскажу. Например, есть такая строчка, как лицензионный ключик Windows 11 Pro, ну, либо Office. Сейчас расскажу, как на это можно заработать все-таки. К примеру, если мы приобретем ключик, это полная лицензия, она проходит все проверки и активируется с помощью сервиса сервиса Microsoft. То есть, если мы сейчас дойдем вот сюда, у вас выйдет вот так. Система Windows активирована с помощью цифровой лицензии. То есть, это все официально, никаких подстав. В случае, если ключ не подойдет, вы можете написать в чат, вам скажут, где не вернут. Но я еще пока ни одного случая не знаю, когда ключик не подходил. Теперь, как можно на этом зарабатывать? К примеру, если мы берем пять лицензий сразу, это нам выходит шесть тысяч рублей, либо одну лицензию, но за две тысячи. Два умножаем на пять, это десять. А тут шесть тысяч. Теперь, как на этом еще и сэкономить дополнительно? К примеру, если мы покупаем пять лицензий, шесть тысяч, это нам одна лицензия выходит где-то тысяча двести рублей. Клиенту мы говорим там три, пять тысяч за лицензию. Ну, давайте по-божески три тысячи будет. То есть, минус три тысячи. Вот мы из воздуха получили только что тысяча восемьсот рублей. Но клиенту-то можно продать еще и офис при этом. Поэтому давайте мы вот эту лицензию пять ключиков добавим в корзину. Далее переходим в категорию каталог, офис и выберем там 2016 года. Он более дешевый, а клиент в принципе не заметит разницы между шестнадцатым и двадцать первым. Тут он стоит тысяча тридцать девяносто рублей, а клиенту говорим три тысячи. Вот она, пожалуйста, вам еще тысяча семьсот рублей. Тысяча по факту. Теперь давайте перейдем к корзину. Сейчас у нас сумма семь тысяч триста восемьдесят рублей. Как на этой сумме еще и сэкономить? То есть делать скидку от этой суммы? Поэтому здесь есть промокод. Где его взять? Кроме того, что вы можете с этого сайта скачать образ, который нужно записать на флешку. образ системы. К примеру, выберем либо русскую версию, либо английскую версию. Нажимаем кнопочку скачать и у нас скачивается образ. Это полностью лицензионный образ. Не сборка, не копия и так далее. Это полная лицензия. Вот она весь 5,2 гигабайта скачается там через 30 минут. Нам в принципе это не нужно. Мы отменяем. Нам нужен промокод. Копируем этот промокод. Заходим обратно нашу корзину. Вводим этот промокод. Опа! И получаем скидку дополнительной на 738 рублей. То есть это деньги, которые вы уже заработали. Не продавшую клиенту лицензию, вы уже сэкономили 738 рублей. Я думаю, это довольно-таки круто. Но как сделать еще дешевле? Да-да, так тоже можно. В этом случае давайте мы вот это вот уберем, очистим корзину. Можем перейти в категорию каталог, комплекты. И тут выбираем к примеру вот этот комплект. Windows 11 Pro лицензионный ключик плюс офис 2021 года. Он выходит 2 990 рублей. Ну, то есть 3 тысячи. если если говорить, что здесь этот комплект мы платим 3 тысячи, клиенту мы можем сказать 8 тысяч. Вот она, пожалуйста, 5 тысяч денег, сэкономленных при условии, что вы практически ничего не сделали. Вам нужно просто приобрести ключик здесь и продать клиенту. Все. Обрицать, что клиентов у вас в месяц минимум 15-20-30 штук. Посчитали, да? Вот вам калькулятор. Поэтому сайт довольно-таки прикольный, цены низкие, поэтому советую. Ну, и также на этом сайте есть дополнительные программки. Это то, что не входит в основной пакет видео, то есть построение блоков. Потом Autodesk, ну, и все, что с этим связано. 3D Max и так далее. это программа, которая служит для создания прототипов, дизайнов, там, фигур и так далее. То есть все в этом роде. И здесь, как видите, это все недорого. Это насчет этого не знаю, а вот Windows и Office, он полностью раз и навсегда. Здесь надо посмотреть. То есть можете зайти на сайт и посмотреть. Ссылка под описанием. Также ключики для антивирусов. тоже довольно-таки дешево. Сроком на один год. То есть тысяча, полторы тысячи за один год это, по-моему, 200 рублей или меньше в месяц. Я думаю, не очень много. Ну и можете зайти в категорию подписки. Подписки это ежемесячная оплата, либо раз в три месяца, либо как-то так. Ну да, даже Литрес тут есть. Так что зайдите, посмотрите. Будет интересно. Так. Это я рассказал, это я рассказал. Теперь обязательно ставим лайк на это видео. Я думаю, оно вам понравилось. Ну и хочу еще порекомендовать VPN, через который я сижу. То есть сейчас я сижу через VPN, скорость у нас хорошая, почти 4К. Ну, в скобках 1080. Кто понял, тот понял. Например, если мы проверим скорость интернета, хочу вам просто показать, насколько скорость высокая. Сейчас здесь появится город, то есть Рига. Ну, само собой, я сейчас нахожусь не в Риге, у меня подключен VPN Европа. За счет этого у меня доступны такие сайты, как ChatGPT, запрещенные сети, такие как Instagram, Facebook и там другие-другие-другие сайты. Все это будет доступно, если вы приобретете сервер Европа Азия, если не ошибаюсь. Я вам сейчас все это покажу. Смотрите, скорость VPN загрузка 166 мегабит в секунду. Хоть один VPN сможет так похвастаться. И скорость отдачи 100, 120, 160 мегабит в секунду. Это тоже довольно-таки круто. То есть по факту я даже не отключаю VPN, чтобы загрузить видео на YouTube, там Instagram, запрещенный Instagram. Поэтому вот такие скорости. А как ее получить, вы можете посмотреть вот такие видео. К примеру, вот ускоряем YouTube TV на роутере TP-Link, дальше на роутере Kinetic, на роутере Asus. Вот эти видео вы можете посмотреть. Там я все подробно конкретно расписываю. Ну и давайте покажу сам хостинг. Если мы откроем вот это видео, даже не это видео, зачем нам это видео открывать? Мы откроем нашу трансляцию, ту кнопочка еще, и вот тут есть хостинг бигет VPN. То есть вот так выглядит сайт. Здесь проходим регистрацию, попадаем в такой кабинет и делаем все дальше по видео. Видео я описал чуть раньше. И также на нашем канале мы разыгрываем VPN на два пользователя сроком на один месяц каждую неделю. И другими словами вам нужно искать видео. Сейчас я вам даже покажу. Вот так, так, так. Вот розыгрыш VPN. То есть смотрите без даты. С датой это уже конкретно розыгрыш. А здесь у нас просто бесплатный VPN. То есть человек заходит на такие видео, смотрит, оставляет лайк, оставляет комментарий с текстом хочу VPN бесплатно. И вот давайте я посмотрю кто-то где-то выиграл. Так, так, так. Вот это вроде. Да, вот. Он оставил комментарий, я написал розыгрыш будет пятого часа, вы стали победителем и дальше он нам пишет. А я комментарий ударил. Тут комментарий был о том, что сейчас мне уже не нужен VPN, он возможно где-то его приобрел, либо дополнительно купил, не знаю. По факту в следующую субботу мы будем разыгрывать не 2, а 3 VPN. За счет того, что этот человек отказался. поэтому смотрите такие видео, оставляйте комментарии и каждую субботу мы будем разыгрывать 2 VPN, в этот раз 3 VPN. Ну что, насколько вам интересно было видео, напишите в комментарии, это очень сильно помогает продвижению видео, развитию моего канала. За это большое спасибо. вот если мы сейчас идем сюда, то есть можем увидеть, что у меня за последние 7 дней прирост на 12%, то есть то, что вы смотрите, вы увидите это видео, за это большое спасибо. так, что еще? Наверное будем заканчивать, но хочу вам кое-что показать или попросить, даже так, если вам видео понравилось, вы можете мне оставить на чай, то есть задонатить немножко, слева у нас Сбербанк, справа Тиньков, наводите камеру и сможете перевести мне денежку на карту, либо можете перевести по данному номеру телефона. Сбербанк, Тиньков, Альфа-банк и Озонбанк. У меня все эти банки имеются, можете переводить, мне будет приятно, вам будет полезно, с меня крутой, качественный контент. Ну все, на этом будем заканчивать, вопросов, комментариев больше нет. Все, пока-пока, увидимся в следующем видео. «Озонбанк» 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 «Озонбанк»» «Озонбанк»»